Виктор Габриалович работает на одном из предприятий подначальных Ленинскому УЖРЭП. Работа несложная, признает сам работник, но к ней он подходит ответственно и исполнительно, ведь дело приходится иметь с пилами. Здесь Виктор работает уже два года, срок достаточный, чтобы можно было подвести некий результат. А он есть и положительный. Наставник Виктора признает, поначалу было непросто привыкнуть, научиться, понять основы, но сегодня это отличный работник. Он довольно-таки трудолюбив и не обращает внимания, не гонится за длинным рублем, не требует чего-то сверхъестественного, а действительно всецело отдается работе. Его биография не похожа на жизнеописание многих других людей. Она особенная, как и он сам. Маму лишили родительских прав, и Витя до 9 лет жил в детском доме. А оттуда его отправили в дом-интернат для людей с заболеваниями психоневрологического профиля. Сам Виктор вспоминает тот период с большим отчаянием. Он считал, что ему нельзя находиться в среде этих людей. Он любил общаться и хотел устроить свою жизнь лучше, чем мог бы, если бы остался в стенах заведения. Он учился, старался, тянулся, лишь бы вырваться и жить. И в итоге получилось. Он стал участником программы социальной адаптации. Сначала жил в квартире под эгидой социального патронирования. Учился элементарным бытовым вещам. А потом ему предложили поработать. Он и согласился. Сомнения одолевали работодателя. Сомневался в себе и сам Витя. Боялся подвести тех, кто стремился ему помочь. Но в итоге все получилось как нельзя лучше. Теперь он живет отдельно, самостоятельно. В его небольшой комнате в общежитии порядок и уют, старательно созданные его руками. Его жизнь проста и полна незамысловатых радостей. Я встаю в 5 часов. Прежде чем идти на работу, я помоюсь, как обычный в семье дети. И это, собираюсь, ну это, завтракаю, каша, чай. Здоровый образ жизни я веду, потому что мне нравится. Дольше прожить у меня и мечта, 99,9 прожить. У меня такая задача. И, ну, потом на обед собираюсь, что на обед взять и иду на работу без 15, 7. И к 8 я уже на рабочем месте. Там прихожу, передеюсь, с мастером разговариваем. Там где-то он мне подскажет, где-то что-то поможет. Там я советую многих людей, спрашиваю. Уникальность ситуации Виктора в том, что изначально, согласно документам, он был инвалидом второй группы, нерабочий. Теперь этот статус изменен на третью группу. И он работает. Конечно, такое чудо стало возможным благодаря совместным усилиям Центра социального обслуживания населения Октябрьского района города Гродно и самого Виктора. Ну, конечно, мы можем говорить о личной заслуге самого Виктора. Потому что, в первую очередь, конечно, работа и специалистов нашего центра сыграла большую роль. Но все-таки такого результата не было, если бы не само участие самого Виктора. Потому что Виктор показал себя со стороны как ответственный, положительный, добросовестный и в наше время очень добрый и отзывчивый молодой человек. А еще Виктор нашел своего брата. Говорит, долгое время думал, что он совсем один на земле. А тут нашлась родная душа. Теперь мужчины общаются, созваниваются, встречаются. Мама, не без горечи, говорит Виктор, могла бы ими гордиться. Не хочу большего добиться цели. Найти девушку, построить дом. Ну, может, и приобрести на сегодняшний день. И завести семью нормальную. Виктор Габриалович из тех людей, кто своей жизнью доказывает. Постулат о том, что бытие определяет сознание, ошибочен. И что самое главное на пути достижения своей цели – это очень чего-то хотеть. И много работать, чтобы достичь желаемого. Иоланна Табудила, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова